Вы встречаетесь? Нет. У нас алкашение. Мы вместе бухаем. Ничего лишнего. У вас завышена самооценка. Вы так говорите, будто это я виноват, что я лучше вас. Мастер, вытирая руки, сдает машину клиенту. Попутно с ним болтает. А вот вы кем работаете? Хирург, операции на сердце провожу. И многих платят. 20 тысяч долларов за операцию. Вот блин ведь. По сути, одно и то же делаем. Ты движки перебираешь, и я тоже. А мне всего 300 баксов платят. Хочет так же, как я, получать? Конечно. Хирург достает из кармана пачку баксов, заводит движок. Перебирай. Как трудно одной воспитывать сына, которого родила тебе свекровь. Записавшись в секцию бокса, Вера поняла, что бокс – это и крепкая семья, и воспитанные дети, и тихая свекровь, и верный муж. Вы замечали, что когда забираешь долг, то ощущение такое, что говнюк именно ты, а не тот, кто возвращает? Укладывая детей спать, мать так на них ряпкнула, что даже соседи этажом выше расстелили постель и легли спать. Молоденькая девушка пришла в отдел кадров. Вам нужна секретарша? Мы бы с удовольствием взяли вас. Но дела идут плохо, и работы совсем нет. Вы только возьмите меня. А работы я согласна ждать сколько угодно. По улице идет Рабинович. И очень бережно несет два арбуза. Навстречу ему Абрам. Яша, уступи мне один арбуз. Никак не могу. Теща сказала. Яша, за один арбуз отдам полжизни.